Добрый день, уважаемые председатели, уважаемые коллеги. Очень сложно, конечно, что-то добавить, но я постараюсь рассказать, по крайней мере, о опыте нашего учреждения. Пропускаем, как всегда, эпидемиологию, статистику. Из того, что не сказано, хотела показать, что наиболее высокая заболеваемость ракомпочки в мире зарегистрирована в Белоруссии, Латвии и Литве, наименьшая почему-то в Австрии и Бельгии. Вся остальная статистика у нас в рамках стандартов АОР взята последних, поэтому озвучивалась несколько раз. Из интересного, максимальное значение данного показателя отмечено в республике Мордовия, Каужской и Курской области и минимальное почему-то в республике Дагестан и Чечня. Поэтому это тоже такой, предлагаю вопрос для дискуссии, ваше предположение. Количество пациентов в республике Дагестан за период с 2018 по 2022 год. Последняя статистика сегодняшнего дня. На удивление мы явных признаков прироста, характерных для всей Российской Федерации, не наблюдаем. Отмечается некоторая статистически незначимая разница в выявляемости пациентов четвертой стадии заболевания. Прирост заболеваемости за последние 10 лет составил 24%. Эта нозология входит в почетный список нашего проекта по улучшению выявляемости и уменьшению смертности в Российской Федерации. Почетное шестое место. По поводу вариантов лечения метастатического рака почки. Конечно, минимальное, что я, наверное, хотела сказать, практически все это мы обсуждали в дискуссиях, о том, что пациент с диагнозом даже метастатического рака почки может ре-ре-ре-херп, то есть оперироваться. И у нас были случаи клинические 4 для оперированных пациентов с рецидивами, метастазами, метастазами в головной мозг, с облучением головного мозга. То есть и только отдаленное метастазирование, метастатического рака почки подлежит тоже, как выяснилось, с разными вариантами палиативной нефректомии и, значит, дальнейшему специфическому лечению. Специфическое лечение, тем не менее, я напоминаю, что существуют у нас две шкалы прогноза. Но первая прогностическая классификация Санкт-Кетеринского центра, она необходима врачам-химиотерапевтам для определения частоты скрининга пациентов, а не для планирования тактики лечения в основном. Для планирования объема тактики лечения мы используем классическую МДС, нашу классификацию, она доступная, понятная, собственно говоря, и позволяет нам стратифицировать пациентов на промежуточный, то есть хороший промежуточный и плохой прогноз по лечению. Тем не менее, как мы понимаем, что в реальной клинической практике все не так просто. Мы работаем с разными пациентами, у которых первично диагностирован метастатический, двусторонний процесс, развитые метастазы после радикального лечения. Некоторые пациенты достаточно мудо, а некоторые с букетом тяжелых сопутствующих заболеваний могут умереть быстрее от осложнения нашего специфического лечения. Все это выводится у меня в такую стратегию, когда мы всегда на весах, стоит ли проводить, можно ли динамически пронаблюдать пациента, почему нельзя всем пациентам сразу назначить специфическое лечение, как оно повлияет на выживаемость. Единственное решение для этого на самом деле это мультидисциплинарные угол консилиумы. Поэтому основной акцент, собственно говоря, моего доклада, наверное, это попытка показать докторам, что для определения оптимальной лечебной тактики, как при местно распространенном неоперабельном, так и метастатическом почечно-клеточном раке, необходимо консорциум трех специалистов, ну как минимум хотя бы двух, да, потому что отобранные пациенты с солидными единичными метастазами рака почки могут идти на полное хирургическое удаление первичной опухоли единичных метастатических очагов. У некоторых пациентов с единичными метастатическими очагами в кости или в головной мозг показана лучевая терапия. И пациентам с почечно-клеточным раком в группе благоприятного прогноза показана первым этапом циторедуктивная нефруктамия для начала системной противоопухолевой терапии. Также еще одни наши стандарты рекомендации, которые тоже не дают нам четкой стратификации о том и понимание, каким же пациентам показана первичная палеотипная нефруктамия у пациентов с метастатическим раком почки. То есть это, собственно говоря, пациенты, способные перенести хирургическое вмешательство группы хорошего прогноза, промежуточный прогноз и получавшие индукционную таргетную терапию ингибисторами тирозинкиназа с эффектом. То есть это те пациенты, которых мы берем фактически на такое нехарактерное для этого вида злокачественных образований, неодевантное получается лечение. А в любой прогностической группе при наличии симптомов первичной опухоли, угрожающих жизни или высокого риска развития жизнеугрожающих осложнений со стороны первичной опухоли, такие как некупируемая гематурия или флотирующие венозные тромбы 2-3 уровня, хотя мы видим, что некоторые хирурги берутся оперировать и таких пациентов, все зависит от профессиональной компетенции. То есть в любой прогностической группе при наличии потенциально удалимых солидных или единичных метастазов. То есть, собственно говоря, мы должны понимать, что лишь прямая коммуникация, обсуждение особенно метастатических пациентов позволяет донести полную информацию о пациенте, исключить давление, личностное и персональное давление как со стороны клиники, так и со стороны медпредставителей, позволяет использовать новые стандарты, ну как бы свежие стандарты рекомендаций, скажем так, использования всех информационных технологий, в том числе телемедицинских консультаций федеральных центров. По поводу эволюции лекарственной терапии, так, собственно говоря, это была моя задача. Тоже было уже сказано о том, что первым этапом эволюции лекарственной терапии метастатического рака почки по годам с 1989 по 2007 год. Первично это у нас были интерфероны и интерлейкины. И по результатам общей безрецидивной выживаемости метастатического рака почки, к сожалению, она достигала у нас продолжительной жизни только 20 месяцев. С 2005-2007 года, по данным разных источников, изучение специфики путей внутриклеточной передачи сигнала позволило разработать антитиллак ВИДЖЕФ, это биватезумат, и тирозинкиназным доменом рецептора ВИДЖЕФ и других ростковых факторов, инсулиноподобного фактора. То есть это препараты монотаргетной терапии, тирозинкиназные ингибиторы и препараты, ингибирующие МТОРК, Эверолимус и Терстеролимус. Собственно говоря, в Российской Федерации в стандартах лечения они появились в 2007 году. И третий этап, о котором только что тоже рассказали, то есть он начал все с исследований иммуно-онкологических препаратов, это ингибиторов контрольных скотчек, ИСИТЛ-4 ингибиторов, их комбинаторных режимов, которые позволили выделить, видимо, вот эту вот группу гиперэкспрессоров с хорошим ответом на двойную иммунотерапию. По ней тоже у нас масса бывает вопросов, собственно говоря, которые сейчас озвучили, то есть пути реализации этих эффектов, пути оценки этих эффектов. Хотелось бы отметить, что, собственно, вот такую невероятную появившуюся группу с прекрасной медианой выживаемости, 10-летние 33 против 77 процентов. Поэтому из оценочных критериев мы как бы рекомендуем проводить оценку эффективности проводимой лекарственной терапии каждые 2-3 месяца от начала лечения, каждый раз стратифицировать пациентов по группе прогноза, не лениться, да, то есть и оценивать измеряемые опухолевые очаги, которые пациентов, получающих антиангиогенную терапию по критериям РЕЦИСТа, а у пациентов, получающих иммунотерапию, да, особенно PD-1 и PD-1 ингибитор или двойные комбинированные режимы по критериям РЕЦИСТ, потому что эти эффекты реализуются позже. Ну и, соответственно, в случае проявления клинических признаков прогрессирования основного заболевания возможно назначение контрольного обследования раньше срока. И, собственно говоря, хотела второй раз вернуться к мультидисциплинарному подходу, когда речь идет о побочных эффектов специфического лечения, потому что их много, мы знаем, что они не исключены. В данном случае комплеентность пациента связана с профессиональностью хирурга-онколога и химиотерапевта, который ее проводит адекватно подобранным схемам коррекции антигриппентезивной терапии, то есть своевременный прием препаратов, разжижающих кровь, то есть правильная подборка этих препаратов позволяет и мультикиназные ингибиторы применять относительно спокойно, с меньшим количеством побочных эффектов. Поэтому заключение, что мультидисциплинарная команда позволяет своевременно выявить и оценить степень выраженности нежелательных побочных явлений. Работая в такой команде, мы можем минимизировать невежелательные явления и создать условия длительного, эффективного приема и таргетной терапии. И конечная точка, конечно, работы консорциума терапевта, кардиолога, химиотерапевта – это увеличение срока без прогрессирования заболевания, увеличивая комплеентность и длительность терапии. Спасибо за внимание. Уважаемый коллег, вопрос. Можно вопрос? Вот обеспеченность пациентов раком почки современными препаратами, иммунотаргетными или двойной иммунотерапией. Сколько пациентов хотя бы на двойной иммунотерапии? Я смотрю, количество пациентов, слава богу, немного, да? Там около 20 тысяч. Нет, у нас на самом деле уникальная ситуация в регионе, связанная с небольшим количеством пациентов, становящимся на учет именно в нашем регионе, потому что многие пациенты выезжают. Поэтому, собственно говоря, дефицита бюджета никакого нет. Пациенты получают двойную иммунотерапию по показаниям, пациенты получают комбинированные дуплеты. То есть я вам хочу сказать, что мне казалось даже смешным, когда стали говорить о каких-то монорежимах мультикиназных ингибиторов в метастатическом раке почки, потому что у нас этого отродясь не было, то есть это всегда дуплеты. И у нас есть все виды препаратов к акситинибу, к абазантинибу. Неволмобом сейчас, конечно, проблема в связи с перерегистрацией самой фермы, я так понимаю. То есть, например, у меня был вопрос. У нас в стандартах клинических рекомендаций тоже есть, что если у тебя нет одного педиалингибитора, ввиду его отсутствия, ты можешь использовать какой-то другой. А везде мы говорим всегда о комбинаторных режимах, да, то есть неволумаба и эпилемумаба. То есть возможно ли применение какого-то другого педиалингибитора в случае уже начатого лечения, скажем так, да, вот хотя бы довести эти 4 курса, которых ты начал, как бы что с этим делать, потому что препарата на самом деле нет пока. Сложный вопрос. Я думаю, что, наверное, нельзя заменить в комбинации. В монотерапии, наверное, да, а вот в комбинации не уверен. Да, я скажу почему чуть позже. Ну вот, собственно говоря, дуплеты в полном объёме и двойная иммунотерапия проводятся. Спасибо. Спасибо большое, очень интересные данные. Спасибо. Скажите, а как вы проводите, можно ещё, как вы проводите, вот вы говорили, мультидисциплинарный консилиум, как это происходит? Вот попал больной, кому он сначала попадает? Рак почки? Это у нас вымученные, выстраданные. Вам может свидетельствовать Незахен Каджевич, то есть все первичные пациенты, если раньше они, у нас 12 часов осуществляется, значит, приём отбора заведующего отделением тех первичных пациентов, которые обследовали онколог. И для меня, конечно, было весьма странным, что вот именно сам заведующий определяет тех пациентов, которых он берёт на операцию. Ну, но сейчас, вот за последние два года, очень активно, и я даже на последней вот неделе, на пятиминутке поняла, что у нас масса пациентов на неодевант на самом деле, и в раке кишечника, и неодевантная терапия, рака мочевого пузыря, то есть у нас всё больше, и это на самом деле зависит от, наверное, индивидуального подхода, да, неодеванты, желудка, то есть очень на самом деле зависит от людей, наверное, конкретной организации в клинике. Это вот на самом деле очень важный вопрос, и когда встаёт вопрос, чем отличаются урологи от онкоурологов, это именно тем, что у онкоурологов есть возможность обратиться к такому специалисту, как вы, посоветоваться и продумать лечение не вот на данный момент, а в целом, как лечить больного. Ну, полный цикл пациента, я всегда говорю, он может только в учреждении третьего уровня, то есть будет полный в объёме соблюдён, но у нас на важное взаимодействие, учитывая в республике массу организаций, которые оперируют онкологических пациентов, они могут прийти на консилиум. Ну, это очень хорошо, просто, понимаете, вот даже в таком центре, как центр имени Блохина, мы смогли это организовать совсем недавно, вот совсем недавно, буквально там 2-3 года назад мы стали всех пациентов медседатических обсуждать, а до этого нет, до этого химиотерапевты сами решали, мы сами решали, и вот всё было так. А вот сейчас мы их обсуждаем. Ну, я приехала из Обнинска, там у нас всех пациентов обсуждали, поэтому для меня это было очень удивительно, что их не обсуждают, поэтому я первые же недели прошла, я сказала, к вам что, прокуратура не приходила, поэтому мы интегрировали активно. Это в первую очередь для врача защита. Надо посылать таких красивых женщин, химиотерапевтов во все, я думаю, диспансеры, чтобы они налаживали работу. Да, да, клонировать надо. Спасибо. 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 Продолжение следует...